Здравствуйте! В эфире телеканала ЖТСУ. Программа «Сегодня» и в студии прямого эфира журналист Антон Хатиновский. Не секрет, что со времени того, как наша страна вступила в настоящую эпоху демократии, гражданское общество стало принимать участие в решении самых различных вопросов. Простые люди, простые граждане сами стали участниками каких-то государственных программ, смогли войти в ранее закрытые двери, принимать участие во всех сферах жизни, в том числе и в борьбе с таким актуальным злом, как коррупция. Сегодня у нас будет разговор идти именно об этой работе, но уже не со стороны именно борцов с коррупцией, а со стороны общественников, которые тоже борются с этим постыдным для нашего общества явлением. Итак, в прямом эфире студии программы «Сегодня» мой гость Виктор Викторович Тен, руководитель специальной мониторинговой группы Департамента агентства противодействия коррупции Алматинской области. Так, здравствуйте, Виктор Викторович. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что такое специальная мониторинговая группа, руководителем которой вы сейчас являетесь? Да, здесь нужно понять вначале о самой трансформации антикоррупционной политики, которая проходила у нас в государстве, в Республике Казахстан. С 1998 года сама антикоррупционная политика, она была направлена и называлась как борьба с коррупцией. С 2015 года данное направление в корне поменялось, и теперь сама концепция, она называется как противодействие коррупции. То есть здесь два важных фактора о том, что борьба, она больше направлена именно на какие-то выявления и наказания. Противодействие коррупции, оно направлено именно на превенцию, на выявление, на просвещение и изменение самого сознания всех граждан на борьбу с коррупцией. И в 2015 году сама концепция противодействия коррупции, если смотреть по задачам, приоритетной задачей, первой задачей, которая обозначена в этой стратегии, в этой концепции, она направлена именно на просвещение и информирование самих граждан, гражданского общества, в облечении их в борьбу с коррупцией, изменение сознания. Второе направление, как бы там стратегическое, это как раз мониторинг и участие гражданского общества в противодействии коррупции. И лишь третьим пунктом это идет, это именно силовой блок, направленный на выявление и пресечение коррупции, наказание. С 2015 года, учитывая эту концепцию, при агентстве по противодействию коррупции было инициировано около девяти проектов, такие как Адал Каланы, Адал Кумек, специально-мониторинговая группа, Сапалы-Жолу, Саналы-Урпак, очень много, около девяти как бы там проектов. У каждого своя цель, задачи, направленные на либо просвещение, либо на борьбу с коррупцией в какой-то отдельной сфере. Один из проектов, он назывался именно специально-мониторинговая группа. Специально-мониторинговая группа – это консультативно-совещательный орган, основной задачей которого является внешний анализ реализации антикоррупционной стратегии на 2015-2025 года. Основным механизмом, который мы используем, это является именно внешний анализ коррупционных рисков, подготовка аналитических справок, по которым мы отчитываемся, там уже свой механизм. То есть простым языком, говоря, говорите на том, что где тонко, там может и порваться. Да. Со стороны простого обывательского взгляда. Ну понятно, что, как ни печально осознавать, некоторые у нас вот такие органы работают чисто номинально. То есть есть, но не видно работы. Чем может похвастаться ваша социально-мониторинговая группа? Что было сделано? Какая работа была? Реальные результаты? То есть на сегодняшний день специально-мониторинговая группа по Алматинской области проведены анализы в сфере строительства автомобильных дорог, в сфере закупа и распределения лекарственных средств. В настоящий момент осуществляется несколько мониторингов в сфере Министерства обороны, таких как выдача приписных, выдача военных билетов. Осуществляется мониторинг в сфере управления физической культурой и спорта. Много направлений, но для того, чтобы пояснить, я, наверное, немножко в двух словах объясню, потому что после публикации часть деятельности специально-мониторинговая группа освещается на интернет-платформах, на интернет-порталах, таких как Facebook, и кое-где вызывала вопросы либо какой-то негатив, почему специально-мониторинговая группа, направленная якобы на анализ и выявление, на внешний анализ коррупционных рисков, занимается мониторингом аптек. На самом деле здесь работа строится на системном уровне. То есть на первый взгляд это действительно может выглядело не совсем нелепо, что мы ездим, мониторим аптеки на наличие лекарственных средств, однако все аналитические справки мы аккумулировали в штаб, в республиканскую специальную мониторинговую группу, где провели анализ, качественный анализ того, сколько фактически было по документам закуплено со стороны ФОМСа, и как это все в регионах обстоит, как бы там дела. И, наверное, вы все знаете, что были довольно громкие задержания со стороны ФОМСа. Это одна из работ от мониторинговой группы, где мы писали аналитические отчеты, мониторя реализацию. Здесь были действительно очень высокие коррупционные риски. Второе направление это сфера автомобильных, строительства автомобильных дорог. Это, наверное, больная тема для всех. Мы все видим и знаем, сколько критики на строительство автомобильных дорог. нами был осуществлен как мониторинг совместно с другой программой антикоррупционной службы, это Сополы-Желкова. Мы вместе выезжали, мониторили, смотрели качество дорог после строительства двухгодичной, трехгодичной давности, смотрели текущее состояние, как в настоящий момент строятся дороги. И самое главное, что в настоящий момент в специальную мониторинговую группу были отобраны именно либо практикующие юристы, либо эксперты в какой-либо сфере. Нами была изучена вся судебная практика. То есть мы понимаем, вроде бы деньги выделяются очень большие, по Казахстану около 4 триллионов тенге ежегодно выделяется на строительство дорог. Жалоб на строительство дорог очень много, качество дорог оставляет желать лучшего, поэтому было изучено. В чем все-таки проблема? Почему мы не можем выйти на хорошее качество? Анализируя судебную практику, мы дали несколько рекомендаций, которые в настоящий момент по нашей аналитической справке инициированы. Соответствующие министерства будут рассматриваться, даны рекомендации о том, чтобы профильное министерство инициировало поправки в законопроект. Одна из них, ну, в качестве примера, чтобы всем понятно было, в качестве примера, если некачественно строится дорога, то тот механизм, который правовой сегодня существует, заказчик подает на подрядчика в суд о признании его недобросовестным поставщиком. Это максимум ответственности. Хорошо. Его признали, то есть какие последствия, он не может в дальнейшем участвовать в этих госзакупках. То есть продолжать свою деятельность. Да, продолжать свою деятельность именно в госзакупках. Как-то он может продолжать свою деятельность. Но при этом нами было выявлено, что большинство ТО объединяются в так называемые какие-то группы, какие-то коалиции и участвуют уже от имени этих коалиций в каких-то тендерах. То есть по сути никакой ответственности они не понесли. При этом у нас есть довольно неплохая статья в Уголовном кодексе, которая называется 278 статья, которая называется недоброкачественное строительство и предусмотрена уголовная ответственность за недоброкачественное строительство. И часть вторая этой статьи предусматривает в том числе в сфере строительства и строительства автомобильных дорог. То есть у нас нету правоприменительной практики. И одна из рекомендаций была о том, чтобы профильное министерство дало разъяснение тем заказчикам, которые осуществляют госзакупки, либо заказы строительства автомобильных дорог, строительства домов, о том, чтобы по итогам комиссия принимала решение и привлекала к ответственности именно недобросовестного исполнителя своих обязательств к уголовной ответственности. Может быть, на первый взгляд это немного жестоко, но тем не менее это дисциплинирует, во-первых, во-вторых, исключит коррупционные риски, которые могут возникнуть в договоре между заказчиком и подрядчиком при исполнении и сдаче объекта. Проще говоря, человек будет реально понимать, на что он подписывается, куда этого может его привести. Я напомню, что телефон прямого эфира в студии программы сегодня, код города Талдыкурган 872-82, и, собственно говоря, телефон 40-0109. Звоните, задавайте свои вопросы, подключайтесь к нашей беседе. Виктор Викторович, вас знают как вообще правозащитника, то есть вы всегда стояли на защите прав человека, и вот вдруг круто поменялись свою деятельность. Как вы оказались в числе тех, кто сейчас борется с коррупцией? Ведь у вас, наверное, и без этого дел хватает. Да, очень интересный вопрос. Я не совсем поменялся, то есть я продолжаю заниматься правозащитной деятельностью, но занимаясь правозащитной деятельностью, мы также готовим аналитические отчеты в комитеты ООН, в ОБСЕ о реализации и исполнении прав человека в Республике Казахстан. То есть прав не так много, прав человека именно. И когда мы готовим эти аналитические записки, возьми то же самое право на жизнь, право на свободу от пыток, право на свободу от торговли людьми, мы везде в качестве основания указывали, что существуют эти самые коррупционные риски. Занимаясь правозащитной деятельностью, мы все время сталкивались о том, что существует коррупция, существуют коррупционные риски, с которыми нужно вести отдельную работу. То есть все взаимосвязано. Поэтому, занимаясь правами человека, одним из направлений, который у нас накопился за довольно большой мой срок занятия именно правозащитной деятельностью, более 16 лет, мы решили сейчас все вот эти наши аналитические доклады, все наш потенциал, который был наработан за это время, как бы там направить и внести свой вклад в борьбу именно с коррупцией. — Какова вообще в целом роль и значение специальной мониторинговой группы, если так вот в глобальном масштабе? — Роль и значение специальной мониторинговой группы, как я уже сказал, это борьба с системной коррупцией. То есть здесь было немножко смешение двух понятий деятельности Адал-Халаны, деятельность которых направлена на борьбу с бытовой коррупцией. И специальной мониторинговой группы, деятельность которых направлена именно на борьбу с системной коррупцией. Основная роль — это вот все-таки борьба с системной коррупцией и реализация антикоррупционной стратегии на 2015-2025 год. Помимо самой стратегии, у нас всегда имеется план по реализации этой антикоррупционной стратегии. И в этом году, 19 августа, президент на форуме, направленный на реализацию антикоррупционной стратегии в Республике Казахстан, он сформировал 23 пункта, из которых до конца года мы должны подготовить отчет и доклад. То есть мы, это вся республиканская специальная мониторинговая группа по всем регионам, подготовить доклад по реализации антикоррупционной стратегии. Механизм, который у нас существует, наверное, встает как бы там вопрос, что специальная мониторинговая группа работает при агентстве по противодействию коррупции. Здесь сам механизм, мы работаем действительно через агентство, работаем официально через штаб. То есть специальная мониторинговая группа, она не относится к отделу превенции, это как самостоятельное направление, которое регулируется отдельным положением. И наша деятельность направлена именно на вот этот анализ. Не просто приехали, подумали и сказали, вот здесь существует коррупция. То есть мы через штаб запрашиваем документы, их изучаем, поднимаем все законодательство и пишем аналитическую справку, что вот такой-то законодательный пробел, вот, к примеру, как я говорил по автомобильным дорогам, дает повод коррупционных рисков. Его надо либо исключить, либо как-то структурировать работу либо профильного министерства, либо профильных департаментов. Вы упомянули о том, что вы тесно сотрудничаете с антикоррупционной службой. Скажите, пожалуйста, насколько вообще сама антикоррупционная служба сегодня открыта для таких вот общественников, как вы и других людей, желающих, скажем, помочь в борьбе с этим явлением? Да, ну здесь я официально хотел бы заявить, что на сегодняшний день антикоррупционная служба агенцев противодействия коррупции является, наверное, самой открытой службой и государственной структурой, которая действует в Республике Казахстан. Посмотреть, сколько проектов реализуется антикоррупционной службой. Все вот эти офисы, open space, все вот эти офисы, адалкованы, которые направлены, это все реализуется и инициируется именно со стороны агенства по противодействию коррупции. Сколько ежедневно, можно сказать, идут прямые эфиры по программам Адалхомек, по саналу-урпак, другим проектам и направлениям. Есть проектный офис, куда люди могут прийти, то есть это не какой-то режимный объект. Есть отдельно, все знают в городе Талдукурган, есть отдельное стоящее здание антикоррупционной службы, куда можно прийти, задать свои вопросы, поговорить со специалистами, работающими в отделе превенции, в отделе добропорядочности, рассказать о каких-то своих идеях, рассказать о каких-то своих видень, где существует какая-то коррупция. И по направлениям, есть специалисты, которые работают по направлениям, в сфере образования, в сфере здравоохранения, всегда есть ребята, которые готовы пойти и рассмотреть, и запустить эту идею в жизнь. Вот 9 декабря этого месяца, каждый год отмечается такой праздник, как Международный день по противодействию коррупции. Хотя, наверное, вряд ли можно назвать это каким-либо праздником, потому что я думаю, что это далеко не праздник, когда мы вынуждены объявлять какой-то день, скажем, борьбы с коррупцией. Какие новые методы борьбы внедряются сейчас в Казахстане? И почему все-таки государственные служащие, на ваш взгляд, получившие власть, идет на вот такие коррупционные правонарушения? Что им движет? Ведь наверняка они знают об ответственности. И сдавали специальные экзамены при поступлении на государственную службу. Почему же все-таки у нас так происходит? Да. Первое, я бы хотел отметить, что этот год, он действительно является значимым в сфере борьбы с коррупцией, потому что 19 августа текущего года президент лично принимал участие на форуме, где высоко оценил деятельность агентства по противодействию коррупции и дал высокую оценку тому, как в настоящий момент ведется работа, направленная именно на превенцию противодействия коррупции. Он также поддержал все инициативы, которые были со стороны агентства, именно со стороны председателя агентства Шпикбаева Алика Житкомбаевича. И все эти инициативы, они сегодня законодательно закрепились. И этот год, почему я сказал, он значимым, потому что очень много этих новелл были отражены в действующем законодательстве. Такие, что теперь к субъектам коррупционных преступлений стали относить квази-государственных сектор. Стала дополнительная ответственность руководителей за совершение коррупционных правонарушений их сотрудниками. Полностью ужесточили законодательство в сфере получения подарков. То есть, если до этого подарком считалось до двух МРП, как бы там было допустимо, то на сегодняшний день запретили в любом виде и в любом количестве получать эти подарки. И председатель агентства Алик Житкомбаевич, он все время отмечает на каждом совещании о том, что он, обезжая регионы, обязательно обращает внимание, когда посещает какие-то государственные органы, обязательно обращает внимание, как бы там на кабинет и отмечает о том, что действительно из кабинетов, как бы там чиновников пропали вот эти вот дорогие сувениры, какие-то дорогие подарки. То есть, это государственный служащик, который нацелен на то, чтобы выполнять какой-то определенный функционал местного исполнительного органа. И это не место и не площадка для того, чтобы нести туда подарки, да, и обогащаться. Кабинет, соответственно, тоже должен быть деловым, строгим, как бы там, соответственно... То есть, государственный служащий — это человек от государства, который работает во благо других людей. К сожалению, время нашего прямого эфира подходит к завершению своему. Очень интересный, конечно, у нас разговор, много интересной информации. И в завершении буквально пару минут вот ваши пожелания нашим телезрителям, тем людям, которые сейчас вас слушают и, может быть, тоже неоднократно задумывались о коррупции. Да, здесь пожелать я хотел бы следующее, что в этом году, наверное, все слышали послание президента. И мне, как правозащитнику, очень отрадно видеть, какое огромное внимание в этом году в своем послании президент уделил гражданскому обществу именно правам человека. В этом году по инициативе президента инициирован закон о гражданском контроле и гражданском мониторинге. В настоящий момент концепция рассматривается, но что бы я хотел сказать и что бы я хотел пожелать о том, что коррупция на самом деле это не просто системное явление. Это все сидит в голове каждого из нас. И каждый из нас должен сам для себя решить, что я ставлю большую и жирную точку на самом понятии коррупции. Я в своем сознании противодействую коррупции. И тогда все вместе с участием всего гражданского общества мы сможем победить такое мировое зло. Это мировое зло. Это не свойственно только нам, Казахстану. Это мировое зло. Поэтому я бы хотел всем пожелать и призвать всех казахстанцев, всех жителей Алматинской области принять решение противодействия коррупции. И если вы становитесь свидетелем какого-то факта противодействия коррупции, то сообщать на телефонной горячей линии 1424. Спасибо большое вам за интересную беседу. Ну что ж, в свою очередь я пожелаю нашим телезрителям здоровья и, конечно же, в первую очередь крепости духа в борьбе с этим злом коррупции. Ну что ж, до следующих встреч в эфире телеканала ЖТСУ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова